Друзья, здравствуйте! С вами Владимир и наше очередное семейное путешествие. Направляемся мы в Палангу, это литовский курорт. Направляемся мы из Латвии. И первая наша остановка – гора Крестов. Гора Крестов находится примерно по трассе Рига-Паланга, город Шауляев, 12 километров в сторону Паланги. Приехали мы рано утром, в 8 утра, поэтому здесь пустыны никого нет. Обычно людей здесь в пруд природы, и несколько тысяч человек обязательно посещают это место. Это место входит в топ-десятку достопримечательностей Литвы, и каждый путешественник считает своим долгом приехать сюда. Как видите, традиция начинается с того, что вы паркуетесь, парковка стоит примерно 20 евроцентов, покупайте крестик. Крестик может быть абсолютно любой, смотрим на кресты, которых тут только нету. И на этом крестике вы пишете просьбу Господу о том, что вас реально волнует. Это целый ряд украинцев, потому что украинцы сюда приезжают на заработки, и теперь они здесь стали появляться. Их здесь действительно множество. Кресты абсолютно разные. Здесь вот по правую сторону кресты для военных разных дивизий, разных стран. Вот появились украинские кресты. На видео видим хачкар, видите? В Армении тоже неспокойно. И здесь стоит хачкар. Это не по левую, а по правую сторону, как мы заходим. Там ставят кресты в связи с какими-либо боевыми действиями, чтобы они наконец прекратились и перестали терзать жителей этих стран. Гуляем по горе Крестов. Ощущение, знаете, не жуткое. Место очень знаковое. Начнем с того, что вокруг равнина, и вдруг посередине равнины ни с того ни с сего образуется гигантский холм. И люди несут на это место кресты. Как они образовались? Вот наша семья идет с какой-то просьбой, и мы на крестике пишем просьбу. Ну, например, на хорошую дорогу. Мы едем в путешествие, не дай бог, какая-то автомобильная авария. Страховки, конечно же, у нас куплены. А это дополнительная страховочка. Пишем надпись на крестике, оставляем здесь. Это наша просьба. И у каждого человека есть просьба. И от одной до десяти тысяч просьб Господу вот здесь люди оставляют на протяжении многих-многих десятилетий. Оттуда и получилась вот такая гора крестов. То есть каждый крестик – это какая-то маленькая просьба о помощи маленького человека Господу, Вселенскому разуму и так далее. И ты гуляешь среди масс этих просьб и думаешь только об одном – Господи, сколько же тебя в день просят разные люди о разных вещах. И как же мы наивны, мы простые люди планеты Земля. И сколько же мы много хотим от Господа. Вот простой показатель – это кресты. Здесь есть и еврейские, и католические, и православные, и буддийские. И чего здесь только нет. И люди со всех точек земного шара, с любого уголка. Поэтому по традиции все туристы, которые едут через это место, либо это может быть рабочие, которые едут на заработки, люди на отдых едут, либо люди с реальной проблемой, когда врачи сказали – они бессильны. Человек приезжает сюда, пишет просьбу, оставляет, молится, верит и надеется. Можно встретить здесь также людей, которые приезжают сюда и сутки напролет стоят на коленях около этого места и молятся. А это наше место. Смотрите. Мы уже на протяжении 15 лет в этом месте, в семейное место, оставляем свой крестик. Право, нет, нет лево. В другую сторону. Вот, да. А мне кажется, вон полосатик. Наша семейная традиция. Нет. А вот эта вот маленькая висит прямо около таблички. Сейчас расскажу, как она у нас появилась. Происходит. Ну, по факту. Ты берешь, покупаешь здесь крестик и пишешь свою проблему. Ну, например, у тебя есть какая-то проблема со здоровьем, ты хочешь решить эту проблему. И пишешь на этом крестике, Господи, я прошу тебя, ну, чтобы у меня прошла какая-то болезнь. Молишься, оставляешь здесь крестик. Проходит примерно 5 или 10 лет. Этот крестик подгнивает. И на нем висит такой Иисус. Ну, как правило, из олова там или из металла. Он падает в землю. И за все эти вот 5 или 10 лет люди каждый день приходят и вставляют, вставляют, вставляют крестики. И здесь есть места, где у вас там 10 сантиметров, например, неплодородного слоя земли, а все рассыпано Иисусами. И вы пытаетесь туда воткнуть свой крест. Также случаются пожары. Например, здесь некошеные трава. В каком-то году была, кто-то бросил нечаянно окурок или еще что-то. И вся эта гора крестов, все это дерево сгорает. Но через какое-то время люди опять несут кресты. И опять она пополняется заново. Если вы зайдете в Википедию и погуглите, что такое гора крестов, вот я вам настоятельно советую не делать этого. Слишком там политизировано и слишком много неправды. Как выглядела правда? У вас есть какой-то родной человек, мама, папа, дедушка, бабушка, вы его очень любите. И у него есть свой индивидуальный крест. Напоминаем, почему гора крестов образовалась именно здесь, в Литве. У каждого литовца, индивидуума, у человека, есть свой крест. Он его ставит около дома, около въезда в какое-либо помещение и так далее. И вот это его крест. Когда он умирает, это его крест. Личный его крест. И там больше ему не места. Этого человека больше не стало. Так вот эти кресты, их необходимо было не выкидывать на свалку, не сжигать, не в мусорник, а принести вот на эту гору. И кто-то услышал об этой истории, что вот этот человек так сделал, его сосед так сделал. Потом соседняя улица, соседний город, соседнее государство. И сейчас здесь нету страны на планете Земля, чтобы здесь не было креста этого человека. Поэтому, если у вас есть какие-то на память кресты о ваших близких умерших, вы их приходите сюда, ставите. Также все просят Господа какой-либо проблемой. Например, наша фирма ездит в командировки по всему миру. И каждый раз, когда мы едем в какую-либо из стран, мы оставляем здесь свой крестик. То есть, вы там видели наше место? Вот под тем деревом, где мы сейчас останавливались, это наше место. И там все наши командировки в Испанию, в Португалию, в Бельгию. Неважно, куда бы мы ни ехали, мы всегда оставляем там крестик. Из личной истории, у меня, как видите, трое детей, и были у нас проблемы, мягко говоря. И были проблемы, которые никто нам не мог помочь. И это последнее место, куда нужно было куда-то обратиться, вот кого-то попросить о нашей проблеме. И наша личная проблема решилась именно таким образом. Мы поставили здесь крест, и все прошло. Когда мы пришли в больницу, то наша как бы неизлечимая, казалось бы, болезнь, она каким-то образом прошла, и врачи не могут до сих пор объяснить, как это произошло, почему это произошло. Вот с тех пор, веришь ты в это или не веришь, ты приезжаешь сюда. Следующий момент, поскольку мы едем сюда уже десятилетиями, мы любим делать фотки. И раньше мы не обращали внимания на это, но здесь вот отели, кафе, все облеплены ангелами. Не крестами, а именно ангелами. И непонятно было, для чего это, ну почему это делается. Но, когда ты делаешь фотки, а потом начинаешь перелистывать их, здесь вот у меня лично есть фотография, может быть, поищу в архиве, прилеплю, где над этой горой в небе появляются именно ангелы. Выглядит это каким-то вот необычным образом. Знаете, когда из облаков получается силуэт чего-либо. Здесь это такое, ну, часто встречаемое явление. Поэтому есть такая мистика, есть такое намоленное место, и плюс вот дойдут реально паломники. То есть человек, например, болен раком из Англии, и он на коленях до этого места пришел, поставил крест. Не знаю, что с ним получилось дальше, но таких историй масса, миллионы. И, наверное, в каждой экскурсии, когда вы будете приезжать, каждый экскурсовод будет рассказывать ее немножко иную. И она правдивая, потому что здесь миллиард крестов, а это значит, здесь миллиард чьих-то историй. Каждый раз, когда мы сюда едем, мы обязательно заезжаем и вам рекомендуем. А сейчас мы двигаемся дальше. Крест, это невидимый. Он сделан из прозрачного стекла, но здесь есть и кресты из драгоценных камней, из дерева, и резные, и каких только нет, с никеля, со всех вообще вариантов материала, которые только возможны. У меня появилась идея, мы когда-то сюда доберемся и поставим здесь такой трехметровый крест именно из зеркала, чтобы он был 100% зеркальный, чтобы он блестел на солнце. Вот, что мне пришло в голову. Я думаю, мы реализуем это в ближайшие пару-тройку лет. Сделаем об этом отдельный ролик. Как вы видели, моя интерпретация Гары Крестов. Если вы действительно зайдете в интернет, там будут совершенно другие версии, но их очень много. А сейчас мы доехали, наконец, до Паланги. Дорога до Паланги составляет примерно 3,5 часа. Делаем в любом придорожном кафе остановочку. Напоминаем, что в Литве нету плохой кухни. Где бы мы ни остановились, мы будем довольны. А теперь Восонавичус. Это та улица, которая с самого начала. Вот мы приехали в Палангу, встали в начало. Я не верю, что вы приехали в Палангу и не пойдете гулять по Восонавичусу. Это нереально. Итак, здесь все интересно. Начнем с сувениров. Сувениры, они уникальны. Это не Китай. Это производство местных умельцев. Дома, они уникальны. Смотрите, как земля практически накрывает первый этаж. Представляете? Это культурный, исторический слой. С 25-го года вот такое количество земли. Представляете? В начале улицы находятся детские аттракционы. То есть, когда мы заходим, дети сразу бегут сюда. Их это зачаровывает. Вот этот маленький паровозик. 15 лет назад моя дочка на нем каталась. Сейчас, сами понимаете, 15 лет. Мы в год как минимум один раз сюда приезжаем. Это целая история нашей семьи. Вот та девочка. И также с любовью смотрит на этот паровозик. Куча разных маленьких развлечений. Недорогие. В среднем развлечения стоят порядка 1 евро. Это машинки, всякие стрелялки, пыхтелки. Современные аппараты 3D-развлекушечки. 4D-синема, кинотеатры и так далее. Это все в начале нас встречает. И немножко опустошает наши кошельки. Дальше мы идем и попадаем в лавочки. Здесь есть деликатесы. Здесь есть сувениры. Но обращайте внимание на улицу в центре Паланги. Это, не знаю, какой-то шедевр просто для садоводов. Вы представляете, вот такого рода кафе, такого рода цветения. И это вам не Испания, не Португалия. Это все пахнет. Даже обычная трава имеет запах. В Паланге. Обратите внимание на брусчатку. Сколько ее цветов здесь. Сколько ее форматов. Сколько ее решений. Качество исполнения. Литовцы Браво. Это ночной клуб Басанова. Никогда не был там. Девочки туда заходят красивые. Мальчики симпатичные. Для любителей ночной жизни наверняка там будет интересно. Сувениры. Да, просто китайчик. То есть, если мы заходим в магазины, 100% Китай. Если мы на улице, 100% Хэтме. Хэндме. Вот это мое любимое кафе. Она сейчас на ваших глазах. Здесь мега вкусно. Мега дешево. Всегда позитивно. Двигаемся дальше. Вот здесь я однажды был. Тут иногда были детские мероприятия. Но когда здесь ночные клубы стали, мы как-то перестали сюда заходить. Это вот про это место. Это очередной ночной клуб. Для взрослых. Поскольку у нас семейное детское путешествие. Это немного не наше. Опять уникальные сувениры попадаются. Можем рассмотреть, да? Прикольное. Вот это народное творчество, которое в баньку, например, повесить. Или где-то в частном доме на удачу какую-то рыбку. Уверяю вас, только здесь это можно купить и нигде больше в мире. Кафе. Знаете, что здесь интересно? Вы в любое кафе можете заходить смело. Не думайте о том, сколько это стоит. На семью будет покушать 20 евро. Скромно, умеренно. 20 евро вы посидите и не будет никакого дискомфорта. Мега вкусная копченая рыба. Мы ее с пивасиком возьмем, когда пойдем обратно. Это старая Ханса отель. Обалденный отель. В нем чего интересного? У него в подарок, если снимаете номер, бесплатно сауна на один час. У нас есть отдельный обзор на канале об этом отеле. Он очень шикарный. Мы практически во всех отелях в Паланге за эти 15 лет оставались. Здесь есть три топчика на улице самой. Я попробую вам сейчас показать. Первый это был старая Ханса. Сейчас два других покажу чуть позже. То есть нет ни одного свободного места, ни одного свободного квадратного метра. Это либо развлекушка разного формата, либо кофеюшка на все вкусы и кухни. Литовцы они очень предприимчивые. Он появляется. Второй отельщик Юрос Аккес. Это штука этноотель. Если вы побываете внутри, вы поймете, как жили литовцы 905-925 года. Это новый отель. Я вот в нем не был. Как-нибудь туда заеду. Посмотрю, посмотрю, что там интересного. А пока старая Ханса. Юрис Аккес. Это, по-моему, гнездо моря называется. Вот этот вот. Там внутри этно. Все из дерева в сруб. Мега приятная национальная кухня. Это в моем топе номер два. Старая Ханса. Юрис Аккес. Новенький этот не знаю. Лучше ходить все-таки по старым тропам. Поэтому я вот этот отельчик люблю. Не хочется еще раз там оставаться. Потому что я там оставался два или три раза уже. Ну, не наша тема. Будем искать какую-то другую экзотику. Копченая рыбка. С копченой рыбкой есть такой прикол. Ребят, все, что здесь, это не все местная рыба, чтобы понимали. Хотя вкусно. Пальчики оближешь абсолютно любая рыба. Художники. Знаете, с каждым годом их становится все меньше. Но сейчас мы должны понимать, мы вне сезон. То есть уже осень. Мы не летом приехали. Я забыл об этом упомянуть. Мы приехали вне сезон. То есть уже осень. И уже все готовятся к зиме. Все закрывается. Уточки по-прежнему плавают. И парочка художников еще рисуют. Рисуют по-прежнему красиво. Но, знаете, когда летом едешь, хочется на память о летнем отпуске. Кстати, смотрите, как красиво реально, да? Прям копия. Тогда такой рисунок в тему. А сейчас вне сезон, ну, нам показалось неуместно. Хотя мы обычно пользуемся услугами художников своей семьей. Для кайфа. Посередине улицы Басанаевича сворачиваем направо. Здесь есть такое место для уединения. В жару очень хорошо, потому что здесь фонтаны. Здесь прохладно. Интересные скамеечки, что здесь посидеть, прохладиться и подумать. Вот это вот из всего Басанаевича, наверное, самое дорогое семейное место. Это Флора студия. Это такое тематическое... Тематический ресторан. Он, наверное, единственное, что здесь дорого. Но, честно говоря, это стоит этих денег, побывать в этом ресторане. В этот раз мы не побываем. Ни сезон, настроение нелетнее. И у нас просто запоздалая осенняя поездочка в Палангу. Но вам покажу. Переходим по подвесному мостику. Слева и справа. Самые дорогие рестораны Паланги. Сейчас посмотрим, почему они дорогие. Там просто посидеть, это уже отдых. Я вам так скажу. Смотрите, интересная детская площадка. Ну, в принципе, около каждого ресторанчика в Литве есть что-то детское. Но здесь она прям очень крутая. Заходим дальше. Есть палаточки. Палаточка раньше не было. Почему не появились? Понятно, да? Сейчас COVID на дворе. Пандемия. И все готовятся для того, чтобы не закрываться. Поэтому они вот нашли такое техническое решение. Каждая семья сидит в отдельной палатке друг от друга на удалении. Посмотрите на ландшафт. Ну, разве это не прелесть? А вечером, когда это все стемнеет, и с подсветкой, ой, ожурчание воды, бриз моря, запахи. Представляете, какое сосветие запахов. Паланга-то и так вся искусство просто ландшафтного дизайна. Но здесь прям мека искусства ландшафтного дизайна. Сюда можно просто приходить и молиться на этот ландшафт. И такой ландшафт, дай бог, каждому дома, конечно же, иметь. Это очень круто. Меню я еще раз говорю. В симфонии мы не кушали. Забежал с камерой вам показать самый топчик, самый дорогой ресторанчик. Ну, не для семьи, а для пафоса и для ребят с хорошим кошельком. В центре паланги по улицам ходят утки. О многом говорит. Это уже мы идем почти в конец улицы. И здесь у нас рыбный ресторан. Вот он тоже, может быть, будет недешевый. Он тоже на любителя хорошей кухни рыбной. Почему? Ну, как всегда, столики пусты. Сами понимаете, в хороших ресторанах не продохнуться. Всегда очередь. А в этих ресторанах всегда столики свободны. Для людей с неограниченными фантазиями. Финансовыми имеется в виду. Посерединке мы находимся сейчас улицы Басанавичес. И двигаемся, конечно же, мы двигаемся к морю. В самом конце еще один такой, скажем, детский чил-аут. Здесь уже посовременнее, как можно видеть, развлечение. Маленький городок, где очень интересная локация. Вы можете бросить детей вот в этот батутный центр, например. Или центр, и где игры. А самим завалиться вот на таком желтом пуфике. Во-первых, отдыхать после моря, например. В жаркую особенно погоду, да? Здесь тенечек. Дети прыгают, развлекаются. А они находятся в вашей видимости. Тут же можно перекусить. Кухня в большинстве своем детская. То есть рассчитан на детей, пиццы и все такое. То есть более такой молодежный центр, скажем так. Это конец улицы, когда мы уже подходим практически к самому морю. Оформление скандинавское. Столики креативные по дизайну. Опять же говорю, больше рассчитано на детского. На детские эмоции, детские ощущения. И на детские кошельки. То есть никакой родитель пройдет мимо, если ребенок хочешь, не хочешь, тебя сюда потащит. И вот улица Басановича, она так сделана, что она тебя засасывает. То есть ты идешь к морю, шаг делаешь, голову влево, голову вправо. И соблазнение, соблазнение кухни, соблазнение дизайном помещения, соблазнение ландшафтом, соблазнение мега приятными людьми. И сейчас не сезон. Сейчас осень, да? Вот так выглядит осень в Паланге, чтобы вы понимали. Там куча разных велосипедов креативных, всяких скудеров, квадроциклов и так далее. Миллион музыкантов. Но в это время только вот этот парень. Он такой, скажем так, с головкой у него не все здорово. То есть, ну, с ограничениями. Но молодец. Он уже лет пять развлекает людей и не унывает. И его, скажем так, минусы здесь стали плюсами. То есть, интересно, он добавляет настроение. Но из музыкантов, к сожалению, осенью только он. Фонтаном заканчивается улица Басанавичус. Он дает приятную прохладу летом. Зимой он не радует. Кукуруза, квас, копченая рыба, пивасик и мороженое. Вот в этой локации это есть все. Сейчас осень. Практически уже все закрывается. А летом это вау. А вот отсюда дорога к морю. Дорога к морю идет по деревянной мостовой. Это хороший крепкий брус. Такой 15, наверное, на 8 мощный. Защита дюн, который засыпает песком постоянно. И вот, вот, вот детские эмоции. Наконец-то, после стольких часов дороги, 3,5 часа, после нескольких километров по этой Басанавича с долгой улицей, ребенок приходит к морю. И восторг его. Еще километр надо пройти по персу. Но это очень важный километр. Нет человека, который приехал в Палангу и не маршировал бы здесь. Не важно, будь это какой-нибудь российский царь в довоенной истории. Не важно, были эти там оккупанты, захватчики, колонизаторы. Кто там еще бывают? Гомосексуалисты или священники. Все люди планеты Земля, приехавшие в Палангу, идут по этому мосту и любуются на красоты. Чистота безупречная, на это намекаю. Кабинки есть, но это в летний период. А осенью, видите, редкие люди, которым их называют моржами, тоже не отказывают себе в удовольствие искупаться. Ну вот, такие люди и зимой плавают, но в нашем случае мы просто наслаждаемся локацией. Идем по пирсу. Есть кофеюшки. Они очень хороши летом, когда солнышко входит, заходит. Там играет хороший хаос, коктейль-бар, кальян. Это прям совсем для молодых романтичных людей. Им тут тоже есть место. Да, на флаги не смотрите. Это фишка. Ребята из фонда Сороса хулиганят, призывают к очередной революции в Белоруссии. Я не о политике. Я о том, почему в Литве белорусские флаги. Вот. Вот эта картинка мне нравится больше. То есть я в Литве хочу наслаждаться Литвой. Кухня, люди, локации, природа, запахи. А не политикой. Мы медленно доходим до пирса, поворачиваем направо. Пирс имеет такой Г-образный. Видите, вон, только буквы Г. И вот это считается, я приехал в Палангу. И теперь я буду всем этим наслаждаться. Но само удовольствие пройти по этому пирсу это визитная карточка самой Паланги. То есть Литва, в Литве самый древний город это Паланга. Самый красивый, наверное, город это Паланга. А в самой Паланге самый красивый этот пирс. И вот теперь ты понимаешь, почему, да? Ты смотришь налево и направо, и ты можешь посмотреть вот эту длинную береговую линию с бесконечными пляжами, с белым песком, с шикарной кухней, с мегапозитивными людьми, с креативными идеями. И ты точно сейчас надыхаешься, неважно, что это осень, и поедешь домой отдохнувший, поздоровевший, психологически восстановленный из какой-то идеи, например, для бизнеса, для творчества, для своей какой-то еще там жизнедеятельности, которая тебе необходима. Для чего ты сюда ехал? Потому что наболело, накипело, устал, надоело. И вот все эти слова ты оставишь здесь, бросишь их в Балтийское море, а вернешься совершенно другим человеком. И неважно, когда ты причаешь в Палангу, как в нашем случае осенью, либо ты поедешь сюда зимой, здесь всегда будет круто. А вот в этом месте, знаете, есть туристы, которые хотят о себе что-то оставить на память, написать, здесь был Вася. Вот эта доска для них, даже эта предусмотрена. Ну а сегодня осень, льет дождь, и мы вернулись в начало улицы Басановичес, в наше любимое кафе. Понимаете, почему я его назвал любимым кафе? Вот здесь отличная локация, я смотрю на Палангу, и я вижу людей, я вижу то, что происходит. Я чувствую ее запах в виде вот этих соцветий. Я вкушаю их кухню. Я слушаю этот акцентик, диалетик литовский. И понимая, что вот как здесь харчо, это как бы грузинская кухня, но когда ее готовит литовец, это совершенно другое харчо. Смотрите на подачу. Да? Вы где-нибудь видели, чтобы ресторан или кофеюшка выглядели вот так? У вас даже горшок с цветами для запаха аромата стоит на вашем столе. Разве сейчас скажешь, что за окном осень? Ну-ка взгляните. Это национальное кушание, сухарики в сыре, обалденная закусочка. Детям прям точно хорошо залетает. Подача детского меню. Общая стоимость, как я говорил, в любом из ресторанов 20-25 евро. Три ребенка, два взрослых. Прощай, наше любимое кафе. А нам нужно искать место, где переночевать. Мы искали самое дешевое место, поэтому не будем рассказывать о том, какой отельный сервис в Паланге. Это самая крайняя улица. Обошлось нам... Мы сняли домик, вот он, видите, с конечной крыши домик. Весь домик нам обошелся в 60 евро. Вот этот домик был наш, потому что сейчас не сезон. Сезон, я думаю, он бы стоил порядка 140 евро. Понравился гостеприимный хозяин. Мы искали место парковки, он нам помог запарковаться, а потом сказал, кстати, я сдаю отличный дом. И нам понравился человек, и у этого человека не мог быть просто некрасивый дом. И мы решили остановиться здесь. Дешево и сердито, домик в морском стиле, дом с 80-го года не реставрировался, не ремонтировался в идеальном состоянии, и нам его креативность очень понравилась. Поэтому здесь у нас была каждая своя комнатка. В зале мы очень неплохо отдыхали всей семьей. Мы приехали на два дня, одну ночь. Завтра утром мы отправляемся в Клайпиду. Об этом будет отдельный ролик. А сейчас наши скромные прибалтийские, литовские апартаменты в городе Паланг. Конечно же, сувенир это шакотис. Как вы были в Литве и не попробовали шакотис? Да перестаньте. Не буду рассказывать в этом ролике, что это такое. Оставлю на следующий ролик. Шакотис и полный стол всяких сувениров. Дети просто ели всякие вкусняшки литовские, разбирали эти магнитики и всякие-всякие вещи, которые купили. Папа дегустировал новое пиво, которое не зашло ему, но попробовал новый вкус, уже обечерело, и мы были где-то счастливы. Стоимость такого путешествия обходится 180 евро, что для любой среднеевропейской семьи немаловажно. Путешествие вне сезон. И назовем эти 180 евро инвестиции в хорошее настроение и семейное здоровье. Круто сказал. Смотрите, какой кактус у нас, кстати, был. О, не кактус, как он, кокос. То есть в Литве даже кокосы растут в некоторых апартаментах, только хороших. Тимурка хвастался теми приобретениями, которые он купил в местной лавке. Любой сувенирчик стоит порядка 5-3-7 евро. И мы набрали целую кучу и внимательно рассматривали то, что мы повезем. Черепах, кстати, коллекционирует. С Палангой все. Завтра едем в Клайпеду. Это в следующем ролике. С вами был Владимир. Путешествуем из Латвии. А сейчас реклама самой позитивной страны Евросоюза Латвии. Всем пока.